Новый дом для стоматологов в Нягоне. Все отделения городской стоматологической поликлиники впервые за 31 год теперь находятся под одной крышей. Здание площадью около 2500 квадратных метров приобретено за счет средств окружного бюджета. Стоимость объекта 197 миллионов рублей. Сюжет Евгении Самойловой. Здесь новая установка. Она последнего поколения. Семь новых стоматологических установок. Компьютерный томограф, рентген-аппарат, четыре мощных компрессора, современная аспирационная система. В общей сложности стоматология Нягоне предстоит запустить в работу 392 единицы различного оборудования. А у нас какой-то человек, да, смена. Да, пожалуйста. Ну, в среднем где-то на 100-110 исследований назначаются врачи, и вы успеваете. Снимки сразу переходят на рабочие места врачей. Увеличить количество высокотехнологичных исследований позволил переезд в новое здание. Его приобрели за счет средств окружного бюджета. Стоимость объекта 197 миллионов рублей. Здание было приобретено в рамках программы сотрудничества. Здание соответствует всем требованиям типовой стоматологической поликлиники. У нас еще созданы все условия для мобильных групп нашего населения. Есть лифт. Поликлиника укомплектована на 100% медицинским персоналом. Создать оптимальные условия для осуществления лечебно-диагностического процесса удалось в короткие сроки. Под одной крышей впервые собрали все структурные подразделения поликлиники. Тут больно было. Или вот тут больно. Пятилетний Елисей в кресле сидит спокойно. Врачу доверяет. Теперь в случае необходимости юный пациент оперативно получит консультацию любого специалиста медучреждения. Да и у мамы больше шансов попасть на прием. Мощность поликлиники увеличена почти на 30%. Это намного удобнее, потому что мы теперь можем ходить всей семьей. Это во-первых. А во-вторых, нам недалеко. Мы можем пешком прогуляться. Стоматологическая поликлиника работает в штатном режиме. Но задумок по улучшению обслуживания пациентов здесь еще много. К примеру, обязательно пригласят художника. Оживить стены яркими рисунками в детском отделении планируют в ближайшие три месяца. Евгения Самойлова, Николай Чащин. Вести. Югория. Нягонь.